привет сноубордисты привет сноубордистки не я на самом деле сноубордисты обобщаю потому что ну вообще во какое-то слово сноубордер английская но наверное не подразумевает наличие женского пола хотя сейчас может быть и есть такое хрен их знает я не сексист если что я вот про это в общем привет сноубордисты сейчас мы находимся в магазине сквот бордшоп vr фрирайд москва таганская большие каменщики это видео будет посвящено обзору бюджетных креплений ну так скажем до 20000 рублей в розницу я вот тут кстати вспоминаю что двадцать третий год лично для меня например этот тридцатый сезон на сноубординге а для вас сколько вы катаетесь на сноубординге напишите нам короче поехали сноуборд крепления до 20 тысяч рублей мы уже покатались на некоторых креплениях этого сезона на наших тестах и я думаю вы увидите в скором времени обзор на какие-то крепежи сейчас мы просто пробежимся по тем же самым креплением плюс еще покажу вам какие-то новинки которые у нас появились что это за крепление это крепление телос которые стоят 18 500 это крепление санта-круз которые стоят 14000 рублей это крепление триггер который стоит 15500 и новые крепления террор который стоит 15 210 теперь давайте по каждому по отдельности пройдемся и в частности триггер и террор триггер и террор на найти отличие тяжело но мы нашли но помимо цены крепление хорошие так сразу с этого начнем крепление хорошие за эти деньги прям все у них отлично крепление триггер в прошлом году продавал только один питерский магазин в этом году и мы у них кстати посмотрели у нашего друга привет тимур зимину или зимину тебя зимин или зимин или зимин как твоя фамилия мы увидели в нее этот крепеж и собственно подумали что нам такой тоже подойдет в нашу коллекцию потому что он неплох весьма и стоит недорого какой-то подробный обзор прошлогодним видео вы наверно посмотрите не у нас у нас просто могу сказать что хайбэк достаточно не жесткий если сравнивать с телосом который мы думали что он мягкий да то у телоса наверное по жесткости он такой же поэтому я бы не сказал что телос все-таки это мягкий мягкий хайбэк это нормальный хайбэк для среднестатистического катальщика так скажем дальше продолжим про триггер и террор то есть в общем то мы можем рассказывать про одно и то же крепление потому что по факту это одно и то же крепление китайский завод и есть такой слушок что это тот завод где раньше делал скрепление union но они потом оттуда переехали куда-то в европе в европу а там остались все-таки наработки которые теперь пользуются вот эти вот ребята отличие в цене ничтожное я бы сказал но есть один существенный факт вот здесь вот на переднем стрепе регулятор длины если у триггера вопрос решен с помощью болта и гаечки гаечка с таким с пластиковым как это сказать заливкой да ты можешь руками спокойно регулировать откручивать то здесь регулируется просто таким зажимом который хрен ты отожмешь вот потому что мягкий нейлон самого стрепа не дает возможности как сказать прокрутиться вот этому зажиму то есть он просто вдавливает уголок в этот зажим и скорее всего это минус у этого крепления у террора я имею ввиду верхний стреп решен точно также здесь также такой же зажим как и у триггера но из-за того что он просто больше по площади в общем-то пальцем можно это сделать не знаю как это будет на морозе но наверное плюс-минус также как я уже сказал стрепы здесь нейлоновые смысле вот эти вот зубчатки и коннекторы поэтому на морозе они ломаться не будут так же как и укрепление телос который тоже сделан из такого мягкого нейлончика и телос кстати телос в мороз вот этот 30 градусный который мы застали шире геши крепление ну так порядком задубели но при этом ничего не сломалось в отличие кстати от креплений например санта-круз где зубчатки все-таки не нейлоновые какие-то вот такого более старого формата пластик с чем-то не знаю и санта-круз мгновенно сломался ну то есть кто-то наступил там на тестовое крепление и сразу же нам принес обратно но эта проблема на самом деле любого крепежа то что все эти гребешки гребешки они это расходный материал который может сломаться в любой момент там вы как-то неудачно наступили или уронили доску или вам кто-то наехал нее но неважно нейлон в этом плане материал более живучий поэтому нужно выбирать крепление с учетом того где вы будете кататься да то есть например если вы знаете что вы будете кататься в сибири и там возможны такие вот 30 градусные морозы то не обязательно сибири финки тоже бывают такие морозы да там мурманске то скорее всего крепление санта-круз вам лучше не рассматривать санта-круз будут себя отлично вести где тут нашей полосе до средней российской так скажем москва подмосковье питер ленинградская область и также курорты красные поляны но возможно кавказа но или например если вы не выезжаете кататься при температуре ниже минус 10 то тогда пожалуйста санта-круз скорее всего будет служить вам верой и правдой теперь немножко по каким сравнением по баклям до бакли у креплений телос террор триггер и санта-круз металлические то есть в общем то они не сказать что прям какие-то супер навороченные но хорошие рабочие бакли не думаю что с ними будут какие-то проблемы например вот террор прошлогодний старенький в него совсем дешевенькие бакли пластиковые и стоит он почему-то 19 440 а новые стоит 15 210 надо уценочку произвести старого террора потому что но по сравнению со всеми остальными он явно не катит по своему внешнему виду и конструкции да здесь какие-то сшитые стрепы которые наверняка будут потом расслаиваться через какое-то время у нового террора также как и у триггер хорошие такие литые стрепы и кэп стрепы верхний стреп они достаточно жесткие такие же как например у телоса даже у телоса я бы сказал верхний стреп чуть помягче будет более нежно держать ваш ботинок но и телос и террор он же триггер верхний стреп держит ногу очень очень хорошо я бы даже сказал например из телоса я например еле выбирался на горе после тестов до когда вынимаешь ногу он так хорошо ее держит что ну приходится так усилий применять чтобы вырваться отсюда у триггера и у нового террора коннектор чуть-чуть изогнутый поэтому он сразу когда его расстегиваешь он чуть-чуть отгибается поэтому выход легче но я не думаю что это какой-то недостаток или плюс единственный недостаток например укрепление телос что мне лично не очень понравилось это конструкция вот этого переднего кап стрепа здесь очень нужно четко подгонять размер потому что размер м к и эль к пограничный 42 даже по моему них 43 заявлено но на 42 я честно говоря еле-еле натягивал вот этот вот передний стреп и он у меня немножко так скажем был перекошен в одну сторону то есть явно не хватает какой-то либо длины коннектора либо самого самого материала вот этого стрепа то здесь какую добрую половину занимает закладная под здоровый передний насосик но надо сказать что такая же здоровая закладная существует и например на креплениях на у pro line это кстати тоже бюджетные крепления но она сейчас бюджетно она сейчас стоит 18 520 но это со скидкой дает прошлогодняя модель то есть принципе тоже можно рассмотреть как крепление до 20000 и в общем то прекрасное крепление похож здесь передний стреп на телос но я бы сказал немножко чуть помягче и подлиннее поэтому вероятно таких проблем как вот я уже озвучил с большим размером да вот с крайним размером для крепления мки наверное не будет с таким бы стрепом не было то есть здесь телос нужно чуть доработать но в защиту телоса можно сказать что это крепление которое не только-только выпустили еще момент точно такое же крепление продается под маркой camper который стоит по моему 23 косаря это стоит 18 500 крепление санта-круз интересная штука вот крепление санта-круз мужской такой вариант до черный и к девочковый вариант из белый голубой какой-то розовый здесь явно мягче как платформа так и например сами стрепы но если верхний стреп еще более-менее диндаковый то передний прям совсем мягкий мягкий как димон сказал как зефирка но примут девочка и укрепления они выглядят классно такие пастельные тона мне нравится вообще санта-круз прикольный крепеж если бы ни одно но почему-то у некоторых соскакивает передний капстреп но скорее всего это из-за того что люди не не дотягивают то есть нужно чуть-чуть получше затягивать и регулировать саму длину этого капстрепа я имею ввиду что регулировать по коннектору чтобы он был ровно посередине и держал вас носочек ровно тогда наверное ничего не соскакивать не будет а лидер так скажем по цене да то есть эта цена 14000 это цена вот этого сезона 22 23 то есть если на у со скидкой только ниже двадцатки получается то например террор и телос да там разница в 3000 я бы сказал что все таки ну а и триггер да извините все таки телос это уже марка которая присутствует достаточно активно на сноуборд рынке и занимается маркетингом что общем-то дает наверное некоторые дополнительные весты этому креплению ну вообще бренду так скажем да то есть если крепление триггер мы вообще они вам ничего не знаем но кроме того что приличный крепеж за эти деньги даже сказал весьма хороший крепеж за эти деньги но террор мы тоже давно знаем уже да поэтому достойная компания так скажем что тут еще по регулировкам прикольно то что у террора триггера и телоса чтобы перекрутить крепление не надо ничего откручивать сверху здесь никаких болтиков нету просто поднимаешь платформу и откручиваешь диск здесь тоже у santa cruza все-таки нужно откручивать и у старого террора регулируется у триггера ну и соответственно террора достаточно тяжело вот этот передний газ педали и нужно пока на новое крепление его нужно прям со всей дури вытаскивать потом она начинает двигаться хорошо здесь вот еще не пробовал но и вообще не двигается чуть-чуть ладно потом попробую тяжело это сделать первый раз но потом она начинает двигаться регулировать хорошо в отличие от телоса у триггера есть возможность регулировки выдвижением от этой задней пяточной дуги такой регулировки нету на santa cruza на всех креплениях есть регулировка поворотная хайбека кто и пользуется welcome то есть в общем то наверно нужно закругляться любой из этих креплений подойдет начинающим раз продолжающим 2 наверное профики все-таки выберут более дорогие крепления где более точные настройки или как сказать скорее всего даже не настройки просто более комфортные стрепы или какие-то специальные супер жесткие хайбеки потому что здесь ни у одного из этих креплений хайбек хотя вот santa cruz жестче всего santa cruz реально пожестче по платформам примерно всех одинаково вот кроме вот как я говорил женского крепления но прям мягенькая хорошая для девочек подойдет у нас есть в этом году доски в таким же такой же световой гамме на крепление до 20000 все-таки стоит обратить внимание особенно тем кто скажем катается недавно или только начинает кататься в принципе эти крепления вполне подойдут в общем вот такой обзорчик на недорогие относительно крепления они имеют место быть вполне достойные к рассмотрению людям которые по каким-то причинам вынуждены сейчас экономить при покупке нового оборудования в наших магазинах они есть поэтому заходите смотрите общайтесь с ребятами в они вам помогут подобрать как крепление так и другие вещи нужны и магазин сквот всем привет увидимся на горе